Здравствуйте! В эфире тема дня гость программы Валерий Знамировский, главный врач ветеринарной клиники Евровед. Здравствуйте, Валерий! Добрый день! Холода пока не отступают от Одесского региона и в этот период времени животным и домашним и уличным необходим особый режим, а домашним животным еще и уход. В чем заключается особенность такого ухода в этот период времени? Во-первых, питание должно быть хорошим, потому что чем прохладнее на улице, тем потребление еды у животных увеличивается. Поэтому обязательно обращайте на это внимание, как у уличных, так и домашних животных. Второе, желательно, конечно, тем животным, которых нет дома, все-таки предоставить какое-то небольшое, пусть, убежище. То есть, если можно запустить на ночь где-то в какой-то подъезд, ну и дать водички, потому что все-таки потребление пищи требует потребления воды. Относительно домашних животных, здесь надо учитывать, что когда животные находятся дома, то он выходит на улицу возле многих домов, а у нас тем более юг, как правило, сквозняки. Поэтому нужно одевать животные, если короткошерстные, если длинношерстные, то постараться все-таки, когда сильно холодно и ветер, меньше гулять на улице. И здесь еще один фактор, это зимой посыпают песком, плюс соляно-песчаные смеси. Смеси, да. То есть, и это тоже надо учитывать, потому что если гулять там, где посыпали, конечно, происходит раздражение мякишей, а это уже целая проблема. Поэтому либо одевать носочки, либо стараться гулять там в парках, где все-таки не посыпали песком. А если случилась уже такая проблема и лапки пострадали у собаки или кота, каким образом помочь? Ну, первое, это, конечно, убрать вот эту смесь, которая на лапах. Прийти элементарно помыть животному мякиши, потому что фактор остается, раздражение остается, животное лижет, ну и, соответственно, попадает этот песок и внутрь, в том числе и кишечника. То есть, можно просто промыть проточной водой? Да, самое первое, что необходимо сделать. Если вы видите в дальнейшем, что животное лижет, покраснение, раздражение, подойдите в ветеринарную клинику, пусть посмотрят, насколько действительно мякиши пострадали. А вы говорили о спецодежде для животных. Есть какие-то особые нюансы для длинношерстных животных? Ну, здесь самое основное, когда вы гуляете, обязательно учитывайте, что длинношерстные, соответственно, они, когда проходят, цепляют все, что есть вокруг. То есть, учитывайте, если в парках, допустим, кусты, если где-то на улице, соответственно, скажем так, иногда шерсть прямо по земле тянется. Поэтому после прогулки обязательно обрабатывать, делать санитарный уход. Длинношерстные, они более, скажем так, адаптированы к холодам. Это как раз их конек в этом плане. Поэтому здесь единственное, что смотрите за их состоянием и старайтесь, когда ветер, соответственно, либо меньше гулять, либо гулять там, где нет ветра. Мы с вами поговорили о холодах, но уже не за горами весна. В этот период времени владельцам питомцев на что следует обратить внимание? Ну, первое, вспомните, когда вы делали последний раз прививку вашему животному. Если вы не помните, нет ветеринарной книжки, подойдите в ветеринарную клинику, вам расскажут, какие прививки, когда делают, и действительно ли необходимо делать полный комплекс этих прививок. Почему? Потому что настанет весна, это потепление, это больше различных инфекционных заболеваний. Ну и, соответственно, чтобы животное не заболело, на это надо акцентировать внимание. То есть, прививать уже следует сейчас? Да, сейчас не тянуть, когда весна настанет, когда будет масса проблем. И второй, конечно, нюанс – обращать внимание на состояние животных. Потому что бывает иногда, что в связи с тем, что животные мало находятся на улице, мало солнечных лучей, соответственно, возникает целый комплекс лишних проблем, как авитаминозы. Поэтому лучше, скажем, проконсультироваться с вашим ведущим доктором. Он подскажет, какие подкормки, не просто чтобы избежать авитаминоза, а чтобы нормально прошла линька и меньше было шерсти в квартире. Валерий Евгеньевич, мне бы хотелось на моменте авитаминоза остановиться более детально. Потому что, что касается людей, у нас много информации, да? А витаминозом страдают животные тоже. Давайте более детально расскажем о том, как поддержать кошек и собак, в частности, в этот период времени. Ну, очень часто бывает, что когда идет линька шерсти, возникает проблема с тем, что клоки просто выпадают. И на этом месте образуются как бы такие пятна аллопеции, то есть отсутствие шерсти. Ну и, соответственно, поднимает тревогу. Это может быть лишает что-то еще. Это элементарно бывает авитаминоз. Поэтому можно зайти в любой зоомагазин, спросить, какие есть витамины для того, чтобы нормально прошла линька, для того, чтобы поддержать опорно-двигательный аппарат. Ну и, соответственно, если животное, допустим, в положении, то есть щеная собака, соответственно, подавать подкормки для того, чтобы нормально формировался плод у животного. Ну и обратить внимание, как себя животное чувствует. Если оно выходит на улицу и закрывает глаза, значит, либо эта проблема может быть с тем, что элементарный авитаминоз, не хватает витамина А, либо это проблемы с глазами. То есть просто элементарно обратить на состояние животного. Ну и, конечно, в этот период, вот сейчас самый опасный период для животных, у которых проблема с опорно-двигательным аппаратом у щенков. Потому что мало людей гуляет, хозяев, то есть животного вывели, оно сделало свое дело, завели, и оно практически целый день лежит. Поэтому, если возникает патология, то на ранних этапах это все можно устранить, исправить и, соответственно, животное поставить на ноги. Если пропустить этот период, то есть после 5-6 месяцев, а особенно после года, конечно, такие заболевания, как дисплазия различного рода и характера, очень тяжело лечить. А вы как специалист рекомендуете владельцам питомцев гулять в каком режиме с собаками? Ну, лучше несколько раз в день, чем один раз, но много, скажем так. Обычно люди выходят утром перед работой, они где-то гуляют полчаса, ну, максимум 45 минут. В обед приехали, чтобы животное немножко подышало кислородом, вышло на улицу где-то до полчаса. А вечером, конечно, желательно, чтобы где-то час-полтора, даже до двух, если погода позволяет, конечно, лучше гулять. Потому что, если животное сидит, страдают все органы, а не только, скажем, конечности. Но особый акцент должен быть на щенках. Вы с щенками этот режим нужно соблюдать очень четко, да, иначе могут быть проблемы с опорно-двигательной системой. И очень важно не просто гулять, чтобы все ж таки люди понимали, что щенка нужно приучить тому, что нельзя ничего подбирать. Щенок должен слушать хозяев. И, конечно, скажем так, когда вы выходите на улицу, постарайтесь, чтобы щенок, скажем, был рядышком с вами, то есть на поводке. Если вы его отпускаете только тогда, когда вы знаете, что он не будет где-то бегать возле трассы, возле тех мест, где может получить механическую травму. Если вы вышли в парк, оденьте на мордник, и пусть животное бегает, и самый оптимальный вариант. Ну и, соответственно, если вы видите, что животное устало, дайте возможность, пусть оно отдохнет, а потом опять будете гулять. Мы с вами поговорили в основном о собаках и кошках. У многих одесситов есть птицы. Им накануне весны также необходим особый уход. Ну здесь очень важно, чтобы хозяева понимали, когда меняется температура, очень часто птиц переносят с клетки где-то на подоконник, открывают форточку, и, соответственно, возникают проблемы с органами дыхания. То есть здесь очень важно, чтобы вы понимали, что любой сквозняк для птицы – это очень и очень плохо. Ну и, конечно, целый год, как правило, хозяева дают своим животным подкормки. Почему? Потому что они стачивают клюв. Все птицы, у них, к сожалению, растет клюв. Поэтому они стачивают. Здесь нужно просто обратить внимание, чем больше света днем, тем лучше для птицы. То есть ближе к окну, но без сквозняков? Без сквозняков. Это будет самая большая проблема для птицы. А корм следует менять для птицы весной? Нет. Если дают на протяжении года один и тот же корм, как правило, это корм сбалансированный, он продается в зоомагазинах, и, соответственно, скажем так, резко переводить с одного корма на другой нежелательно, что птиц, что млекопитающих. Птицы, как и млекопитающие, линяют, они сбрасывают перья. В этот период следует давать какие-то дополнительные добавки? Ну, обычно дают подкормки, там целый комплекс. Они, как правило, в виде таких небольших, как игрушек, может быть, скажем, спрессованных каких-то, то есть спрессованные какие-то конфигурации мелки, то есть в таком плане. Поэтому они с удовольствием кушают и нормально себя чувствуют. Валерий Евгеньевич, очень часто люди подбирают животных на улице из жалости или просто запланировали взять животное и вдруг увидели маленького котенка или маленького щенка. Однако, принося его домой, зачастую в первый период времени сталкиваются с огромным количеством проблем. Это и туалет, это корм, чем кормить, как поить, как гулять. Что необходимо сделать человеку, который вот только-только взял животное с улицы? Как ему действовать дальше? Ну, во-первых, если вы взяли животное с улицы, подойдите в ближайшую ветеринарную клинику, пусть посмотрят ваши животные, определят, насколько действительно оно клинически здоровое. Если несложно, конечно, просветить сразу лампой, посмотреть, есть ли лишай или нет. И врачи, они подскажут вам, насколько животное себя нормально чувствует. Если вы принесли домой, ну, не зашли в ветеринарную клинику, нет такой возможности, времени, еще чего-то. Первое, никогда не перекармливайте животное, то есть ни в коем случае. Лучше пусть животное пару дней будет полуголодным, чем резко вы сразу дали кушать и возникли лишние проблемы. Второе, вода должна быть в свободном доступе, чтобы животное могло что утром, что вечером, что ночью найти воду. И обязательно поставьте туалет, если вы взяли кошку, ну, кошку, кота, туалет, насыпьте туда наполнитель. Если животное не там сходило, где надо, возьмите листик бумаги, можно туалетную бумагу, промокните содержимое, куда сходило туалет и положите в туалет. А на это место поставьте корм. Как правило, кошки, они очень умные в этом плане, редко кто не слушает хозяев, как правило, они сразу начинают ходить в туалет. Если вы животное переведете резко сразу на сухой корм и дадите много, животное превратится в колобка такого. Поэтому постарайтесь все-таки насыпать немножко, но, скажем так, дать в день где-то 5-6 раз. Если это собака-щенок, конечно, здесь очень важно определить возраст, потому что у щенков есть свои нюансы, когда они растут. Их желательно и обязательно прививать, потому что инфекционные заболевания у нас на юге, они очень и очень распространены. Поэтому животное принесли домой, посмотрели в каком состоянии, если возникли вопросы, отнесли к доктору. Доктор определил возраст, посоветовал, какими прививками прививать животное. Ну и, соответственно, скажем так, в дальнейшем вы сможете ориентироваться, когда делать прививки. Когда животное, скажем так, выгуливать утром, в обед, вечером, это вы же составите индивидуальный график. Но очень важно, чтобы вы понимали, насколько животное здоровое. Потому что бывает иногда, что взяли животное, пожалели с улицы, оно больное, и вы не можете ему оказать достойную ветеринарную помощь. И в то же время вы не знаете, что делать. Поэтому зайдите в ветеринарную клинику, спросите, узнают. А зачастую возвращают животных снова на улицу, к сожалению? Это большой стресс для животного, потому что в конечном итоге животное привыкает к дому, возвращает. И к людям. Если оно живет месяц-два дома, оно отвыкает от улицы, особенно растущий щенок. И в конечном итоге он не приспособлен на улицы. И это очень страшно, потому что он уже не может себя защитить. Сомневаетесь вы, лучше походите, покормите животное. А потом же, когда вы действительно созреете морально, вот тогда вы можете целенаправленно забрать животное домой. Валерий Евгеньевич, говоря о весенних болезнях, какие наиболее распространенные для кошек и собак в этот период? Ну, как правило, для собак это их инфекционные заболевания, это чума, энтерит, очень часто. Поэтому здесь на сегодняшний день с вакцинами нет проблем, и их в нашем городе достаточное количество. Все зависит от желания хозяева. У кошек наиболее часто бывают также инфекционные заболевания, к сожалению. Хотя дома кошка находится и, казалось бы, не выходит на улицу. Как? Может кошка, скажем так, заразиться какой-то инфекцией? Может, к сожалению, воздушно-капельным путем можно особую занести. То есть, ну для кошек больше здесь нужно учитывать, подобрать индивидуальное кормление. Очень и очень важно, потому что для кошек на сегодняшний день существует огромное количество кормов, как и для собак. Когда вы подберете индивидуально корм, считайте, что вы на 90% решили вопрос относительно состояния животного. Профилактику провели. Да. То, что мы едим, определяет наше здоровье, и для животных это правило тоже работает. Да. Валерий Евгеньевич, в заключении хотелось бы поговорить о необычной ситуации для Одессы, которая сложилась на пляжах. Вдруг стали мигрировать лебеди, и на 16-й станции фонтаны их видели, есть лебеди на лонжероне. Они не боятся людей, они подплывают, люди их кормят. Во-первых, с чем связана такая необычная миграция в границах одной акватории? И стоит ли кормить лебедей? Если стоит, то чем? Ну, во-первых, периодически, к сожалению, скажем, лебеди, они почему-то остаются в нашей акватории. Здесь очень много причин. Но, тем не менее, если они остались, выбрали место, то, безусловно, если есть возможность, их желательно подкармливать. Лучше всего, конечно, кормить это зерном. То есть, можно купить в зоомагазине зерно. Для того, чтобы лебедей подкармливать, все-таки надо как-то к ним приблизиться. Вот, допустим, возле Ильичевска, там, где переправа, там они подплывают практически к берегу. И здесь проблем нету. А те, кто, допустим, подальше, на каком-то расстоянии от берега, если там еще льдины есть, конечно, здесь сложно. Обычно берут зерно, еще мякиш хлеба, делают вот такой, как шарик, и бросают туда. И, соответственно, какая-то часть все равно останется на льдинах. Ну, и, соответственно, лебеди скушают. Валерий Евгеньевич, спасибо вам за беседу. А я напомню, в гостях был Валерий Знамировский, главный врач ветеринарной клиники «Евровед». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова